Пользуясь случаем, сообщение о ходе паводка в МРИЛ, звучавшее в эфире телеканала «Регион-12», побудило жителей поселка «Знаменский» Медведевского района обратиться к нам с письмом. Жильцы небольшого, но многоквартирного дома обращаются за помощью. Паводок жители дома испытывают в прямом смысле слова на себе. А обещанию управляющей компании помочь решить проблему пока остаются только словами. Идет паводок на спад или не идет, жителям этого дома в поселке Знаменский, в общем-то, неинтересно. Их личный паводок ограничен несколькими десятками квадратных метров под домом и рядом с ним. Не только весной, но и осенью, и даже после летних дождей, как видно на этих фотографиях, предоставленных местными жителями, дом подтапливает по классическим паводковым канонам. Причину они ищут вместе с управляющей компанией «Экжилфонд», Министерством строительства МРИЛ, местной администрацией и баланснодержателем СПК «НИВА». Поиски продолжаются не один год и требуют иногда подключения сторонних структур. Из последних, например, прокуратура. До июля не было сделано. Было сделано в августе. То есть прокопана канава экскаватором, вырыта яма, соответственно. И дальнейшие действия на этом остановились. И непонятно трём собственникам, населяющим этот вроде бы не ветхий дом, каким будет продолжение всех решений об улучшениях их жизни. Долгов у нас нет. По 200-300 рублей ежемесячно на содержание и текущий ремонт исправно собираем, в один голос заявляют жильцы. Они, между прочим, порядочно вложились в своё время в обустройство своих квартир. Платили по 20 тысяч и за эту новую кровлю. А вот так в одной из квартир выглядит реконструкция потолка. Жители сами укладывают деревянные половицы взамен грозящие обвалиться об решётке наверняка полувековой давности. На кухне у них есть подполье, в котором сейчас не найти ни мышей, что хорошо, ни консервированных огурцов с капустой, что не очень хорошо. Уровень воды в квартире в пик местного локального паводка становится ощутимым уже на подступах. У меня пол вообще ДВП, он весь сырой был. А вода поднималась до такой степени, что обувь стояла в воде. На пороге вода стояла. Ну, соответственно, грибок, гниль, всё это вот. Многое, как уже было сказано, они сделали сами. И даже за этот коридор, выглядящий непрезентабельно, им, конечно, неудобно. Не накопили пока средств на ремонт общего имущества. Именно поэтому и решили вынести насущные вопросы на всеобщее суждение. Думаю, к этому надо подходить комплексно. То есть, должно быть содействие администрации района. Думаю, даже, или, возможно, содействие также с республики. Когда есть желание, а средств не хватает ни у жильцов, ни у управляющей компании, есть смысл обратиться за помощью к району, а заодно и ко всей республике. Может посоветовать какой-нибудь рациональный способ провести улучшение в доме, расположенном через дорогу от поселковой администрации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова